Всем салют подписчикам канала Атом Асём и случайным зрителям этого видео. Друзья, я недавно стал счастливым пользователем новинки. Это смартфон Xiaomi 14T Pro. Очень классный аппарат, я про него снимаю сейчас полно роликов. Кому интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. И вот сейчас у нас в преддверии Xiaomi презентации. Я хочу снять еще такой вот небольшой ролик о том, что ожидать на презентации, которая пройдет 29 октября. Смотрите, нам продемонстрируют флагманские смартфоны Xiaomi 15, планшеты и умные часы, наушники и вторую версию оболочки HyperOS, на которую я также снимал обзор на своем канале. Все эти слухи собраны в интернетах там всяких ваших. Я эти слухи все собрал. Ну и сегодня как бабка на лавке, в общем, расскажу вам о них. Готовьте семечки, полный карман, кулек и погнали. Год назад китайский техногигант представил серию смартфонов Xiaomi 14. Это типа флагманские смартфоны. Настало время для того, чтобы сделать новый флагман. Ну и понятно, что новые смартфоны будут называться Xiaomi 15. Там будет два смартфона. Один обычный Xiaomi 15, другой с приставкой Pro. Судя по официальным рендерам, аппараты сильно похожи на предшественников. То есть по внешке особо отличник их не будет. Но нам предлагают новые цветовые решения и матовые грани. Охрененные изменения в дизайне. Почему бы и нет? Это то, что мы ждали. В общем, оба устройства оснастят передовым чипом Snapdragon 8 Elite. Это уже поинтереснее, чем разноцветные корпусы. И ультразвуковой сканер отпечатков пальцев будет добавлен. Это уже не особо слухи, это известно официально. Так вот, у меня тут 14T Pro. Вот у него сканер отпечатков пальцев оптический, дешевенький. Вот, ну и на этом, в принципе, спасибо, потому что телефон относительно доступный. Это предфлагманская версия. Как бы считается вот это вот T, это предфлагманские устройства. Но в целом он классно работает. И я не ощущаю, что это какой-то недофлагман. То есть это прям полноценный флагман, друзья, на мой взгляд. В общем, ссылку на этот смартфон оставлю в описании. Сейчас распродажи будут, поэтому заходите, приценивайтесь, кому интересно. Этот смартфон можно урвать по хорошей скидке. Также, по данным инсайдеров, базовый Xiaomi 15 получит дисплей на 6,36 дюймов. То есть это будет компактный смартфон. Вот у нас сейчас мы привыкли с 6,67 дюйма. Классический смартфон вот Xiaomi 14, F6 Pro. Это все смартфоны с дисплеем 6,67 дюймов. Если вы сторонник компактных смартфонов, то вот Xiaomi 15 базовый. То, что вам нужно. 6,36 дюйма, плоский AMOLED-экран, на котором можно будет наклеить пленку без проблем. И камеры там будут классные. По 50 мегапикселей все три модуля, включая 3,2-х кратный телеобъектив. Вот в 14 Pro тут тоже есть телеобъектив. Причем, смотрите, Leica. В общем, тут три модуля. 50 мегапикселей основной и 50 мегапикселей телевик. Только у него кратность 2,6. Во флагмане будет уже 3,2 кратность. И аккумулятор будет на 5500 мАч. Что с учетом небольшого экрана, хороший показатель. Быстрая зарядка тоже будет в комплекте 90 Вт. А вот у 14 Pro быстрая зарядка 120 Вт. И я вот что думаю, хрен ли флагманский смартфон не поддерживает максимум? Почему у нас предфлагман поддерживает более быструю зарядку, чем флагман? Непонятно, друзья. Объясните мне в комментах, зачем это нужно. Модель 15 Pro уже получит 6,78 дюймовый экран, 2К разрешение, 16 ГБ оперативной памяти и батареи емкостью 6000 мАч с той же скоростью зарядки. Все отыльные камеры тоже 50 мегапиксельные будут. То есть там и экран побольше будет, и разрешение картинки, и аккумулятор побольше. Но в целом автономность будет одинаковая у стандартной версии и у версии Pro. Вот, собственно, это все отличия, которые мы знаем об этих флагманских устройствах. 29-го узнаем чуть больше. Теперь, что касается планшетов, выйдет два планшетика Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro. Входят слухи, что в планшеты установят дисплей на 11 с небольшим дюймов, с частотой обновления 144 Гц. Только у Pad 7 это IPS матрица будет, а у Pad 7 Pro OLED. Отличаются и чипсеты у них, то есть Snapdragon 7 Plus Gen 3 у младшей модели, а у старшей будет Snapdragon 8S Gen 3. Емкость аккумулятора в обоих гаджетах 10 000 мАч. По-моему, отличный показатель для того, чтобы планшеты были весьма автономными. И, в общем-то, классно, что есть выбор между OLED матрицей и IPS, потому что у нас есть сторонники IPS и сторонники AMOLED. Это круто, что нам предлагают такой выбор. И предельная мощность зарядки тоже будет снова разной. То есть 45 у младшей и 67 Вт у старшей, соответственно. Опционально там можно будет чехол выбрать, трекпад, перо для рисования, как всегда. Ну и самое интересное, друзья, это, конечно же, новая перцомка, которую получат все владельцы актуальных смартфонов Xiaomi. Сейчас телефоны работают на HyperOS. Это система, которая пришла на замену MIUI. Всеми любимой и многими ненавидимой версия на данный момент 1.0.1. Я снимал видосы о том, что ждать в версии MIUI 2.0. И вот, наконец-то, скоро мы узнаем, что в ней будет на самом деле. Вторая версия фирменной оболочки создана будет на базе Android 15. Версия HyperOS первая создана на базе 14-го Android. Так вот, придут обновления на смартфоны не только с HyperOS, но и новая версия Android будет в телефоне. Обновление получат владельцы флагманов Xiaomi, начиная с версии Xiaomi 11. А также обладатели разнообразных моделей Poco и Redmi. Тут пока умалчивается, какие смартфоны получатся. Из официальных источников этой информации нет. Но из утечек известно, что в HyperOS 2.0 переработают внешний вид системных настроек. Че уж там сделают, посмотрим. Опция расширения виртуальной памяти Memory Extension предложит вариант на 16 ГБ. А еще появится уникальная функция обнаружения скрытых камер через сканирование сигналов в LAN. Наверняка в Xiaomi потрудились над оптимизацией системы и добавили различную интересную анимацию. Куда ж без нее? В общем, вот как-то так в двух словах о том, что ждать на новой презентации, которая произойдет 29-го числа в конце текущего месяца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видосы. Не забывайте о том, что я открыл канал на Рутубе, у кого YouTube штормит и невозможно смотреть. Ну и залетайте в телегу, ссылку на которую будет тоже в описании под этим видео. Спасибо за внимание. На сегодня все. Всего доброго и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok